здравствуйте мои дорогие гости подписчики канала с ольгой на шестисотках сегодня заключительный ролик посвященный тестированию почва брикета от биомастера я вам расскажу свое мнение то что у меня получилось человек совершенно не заинтересованы и заодно попутно поскольку у меня здесь много сортов гибридов семян алтай вот целая пачка и очень много разговоров по их схожести покажу что получилось у меня и когда самое главное итак я решила протестировать почва брикет основные ссылочки на ролики которые я снимала по поводу испытаний я сделаю в комментариях что хочу вам сказать во первых не рассчитывайте на объем не получается из 5 литрового получилось примерно 4 литра делала все по инструкции теперь о посеве и схожести максимальный он объем почва брикет занимает когда после размачивания и так сказать взбивание он такой самый сухой практически сухой тогда он занимает максимальный объем не надо сеять когда грунт у вас так подсушен он должен быть не подсушенным и достаточно важным но не мокрым почему достаточно влажным вот первый лоточек вот эти вот я на три группы разделила все семена не показывал всего у меня 30 сортов было 30 стаканчиков 30 сортов вот это взошли самые первые практически это то что было посеяно моими семенами то у них семена были 20 года то есть они очень активно с хорошей схожестью они взошли самыми первыми до полива дальше началось самое интересное несмотря на то что у меня вот эти контейнера закрыты были или крышками или пакетами грунта подсыхал но естественно подсыхает самый верх где находятся семена мне их пришлось полить поливала аккуратно но дело в том что при поливе вода остается там куда она капнула она не пропитывает всю землю не отдает свою влагу как вот обычный грунт по сути мне показалось что почва брикет это мелко-мелко измельченный мох сфангман сфагнум так вот пришлось поливать довольно таки ну нельзя сказать что сильно но так чтобы смочить вот этот хотя бы вверх стаканчика и получается болото то есть или сухо или болото и вот взошло у меня из 30 примерно 12 сортов все остальное не сходило я уже была в панике тем более там были и дорогущие и недорогущие семена алтай сейчас я вам покажу эти сорта сначала я расскажу о том что взошло и так я пересеяла первый пассив у меня был 12 марта пересевала я 20 марта это потихонечку то у меня сходило это уже где-то не 5 назад начались сходы а это вот самое последнее два стаканчика так не зашло на это вот мои семена вот так вот получилось взошла даже пресловутая цепочка где-то вот она у меня под номерочком каким-то вот она вылезает вот она под 15 номерочка вот здесь у меня семечко цепочки вот вылезает росточек так что практически все семена да не практически все все семена алтая проросли со второго раза еще раз напомню грунт был не сухой и не поливал я уже его не поливала поливать я стал когда у меня появились вот эти росточки и так какие семена алтая я села лось и ютина мать это прошлогодние семена лось в прошлом году взошел отлично там 5 семечек всего на этот год осталось два почему-то не зашел когда хотя срок посева еще сохранился до 25 года ютина мать взошла дальше что я села сердцеедка королевич это не отсюда царевич король крупных цепочка могучая вымя бейский разом дородный изумрудный штамбовый и бравый генерал что из этого вошло вот очень быстро сейчас я вам скажу это изумрудный штамбовый взошел взошел очень быстро так тетрадочку смотрю дородный зашел бравый генерал королевич и и вот йотина мать биски разом еще зашел быстро остальное все так вот потихонечку уже за второй заход вот такой вот результат у меня получился так что хочу сказать что очень много зависит от грунта очень много вот вы посмотрите одни и те же семена из одних и те же пакетиков зашли по-разному ну что вот такой ролик получился задавайте вопросы подписывайтесь пожалуйста на мой канал кому со мной интересно хороших вам урожаев